Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с планами ФНС России на 2021 год. Именно данный документ был опубликован на сайте ФНС России. Вообще следует заметить, что такого рода документы на самом деле публиковались гораздо раньше. И здесь показательно, что если посмотреть на документ, то можно увидеть, что он был подготовлен к 15 декабря 2020 года. Однако Минфин почему-то затянул процесс его утверждения и утвердил только к 19 февраля 2021 года. Вообще сам по себе документ представляет собой многостраничную таблицу, в которой указываются мероприятия и способы их реализации, а также даты, к которым они должны быть реализованы. Вообще условно все эти мероприятия применительно к налоговой сфере можно разделить на несколько групп. Во-первых, мероприятия связаны с налоговым контролем. Здесь есть ряд традиционных мероприятий. Например, это усиление взаимодействия с правоохранительными органами. Данная тенденция наблюдается на самом деле давно, но и продолжает развиваться. Кроме того, в качестве мероприятия указывается пресечение налоговых схем в сельскохозяйственной отрасли, в сфере перевозок, а также транспортной экспедиции. На самом деле данные мероприятия заявлялись и ранее в других планах ФНС России. Ну и это направление деятельности будет продолжать развиваться. Кроме того, в рамках налогового контроля в промышленную эксплуатацию будет вводиться автоматизированная информационная система «Налог-3». Вообще следует заметить, что в документе очень много положений и мероприятий связано именно с данной системой, с ее развитием, развитием подсистем данной системы. Но об этом я еще скажу. Кроме того, будет развиваться система прослеживаемости товаров, о которой достаточно много говорилось в прошлом году. Следующая группа мероприятий связана с налоговыми спорами. Так будет создаваться программное обеспечение, которое так и будет называться «Налоговые споры». Это программное обеспечение будет развиваться в рамках автоматизированной информационной системы «Налог-3». И интересно, что данная программа будет направлена на исследование причин развития налоговых споров. Кроме того, предлагается утвердить порядок, который будет позволять рассматривать жалобы по видеоконференц-связи. Далее налоговые мероприятия связаны с взаимодействием с налогоплательщиками. В рамках данной группы будет, например, утверждаться формат электронной доверенности. Кроме того, будет создаваться сервис ОСН онлайн, который позволит при определенных обстоятельствах отказаться от подачи деклараций налогоплательщиками, которые применяют упрощенную систему налогоблажения. Следующий сервис связан с упрощенным получением вычетов по НДФЛ. Но об этой процедуре я уже рассказывал. Она в целом зафиксирована в налоговом кодексе. Для этого будет создаваться сервис. Наконец, будет создаваться специальная платформа для обмена сведений о налогоплательщике при оказании финансовых услуг. Как я понимаю, в рамках данного мероприятия будут создаваться также программные обеспечения, связанные с автоматизацией процесса обложения НДФЛ процентов по вкладам. Также следует обратить внимание на иные мероприятия. Так, на сайте ФНС России будет создан отдельный аналитический портал, на котором будут публиковаться данные, связанные с эффективностью деятельности ФНС России. Ну и также будут публиковаться экономические индикаторы, которые основаны на налоговых показателях. Наконец, еще одно мероприятие. Оно прямо с налогами не связано, но, я думаю, будет использоваться налоговыми органами, в том числе в рамках налоговых отношений. А именно, создание регистра населения России. Таким образом, как видите, большинство планов, таких значимых планов ФНС России, связано с развитием различных сервисов и информационных технологий. Так что, будет достаточно интересно посмотреть, как это будет реализовываться на практике и как это отразится на деятельности ФНС России. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.